Доктор психологических наук, профессор Уральского федерального университета. Юлия Александровна, добрый день. Добрый день. Александровна, программа, мне кажется, будет интересной, особенно я это связываю с тем, что поговорим о удаленном консультировании со специалистом, в частности с психологом. Применяете ли вы в практике такие методы работы и вообще насколько это эффективно, если вообще можно говорить об эффективности такого формата? Я очень рада такой теме, потому что в период пандемии, в период того, что мы не выходили на улицу, психологические проблемы не могут ждать, когда откроются психологические консультации, когда начнется прием. Поэтому психологи, как и другие специалисты, в принципе, они открыли для себя такую форму помощи, как онлайн-консультирование, которое может проходить по видеосвязи в WhatsApp, может проходить на платформах Zoom, по Skype. И какое-то время, конечно, для самих специалистов и для клиентов это была необычная форма, потому что мы здесь не видим каких-то деталей, связанных с ощущениями человека. Может быть, не так быстро начинаем его чувствовать, но тем не менее, когда речь идет о поведенческом подходе, то эта форма, она показала наиболее себя такой оправданной. Потому что здесь мы понимаем, что нужно говорить по делу, и время онлайн-встречи, если это, например, какая-то платформа, ограниченная по времени, тоже ограничена. А значит, ну как-то тут, может быть, говорить просто так или подходить долго к проблеме нет времени, а значит, нужно внутри себя определиться, как это будет вообще сформулировано. А значит, это выводит нашего клиента немножко на другой уровень отношения к проблеме, осознавание. Иногда бывает так, что когда мы просим подготовиться к встрече, то уже в процессе подготовки приходят какие-то решения. В отличие от оффлайн-консультирования, когда очень многое лежит на специалисте, потому что он же здесь рядом, совсем вот прямо в зоне досягаемости. Поэтому в этой форме работы очень позитивным моментом явилось такое адекватное разделение ответственности. И подготовленность клиента к разговору, потому что он понимает, что формат несколько ограничен техническими какими-то моментами. Александра, ну вот первое обращение к психологу, оно, наверное, наиболее сложное. Вот как вот проходит в таком формате? Вживую, понятно, можно встретиться, ну, по крайней мере, посмотреть друг на друга, о чем-то поговорить. Ну, это, может быть, не будет полной такой консультации. Ну, по крайней мере, знакомство проходит. Здесь же немножечко другой формат. Как этот решается вопрос? Да, действительно, когда это онлайн-встреча и первая встреча, то она проходит, ну, так, в двух моделях я бы разделила подход к работе. Первая модель – это когда клиент не очень доверяет самому психологу, а когда это еще вот такая форма, и он тоже не может его до конца прочувствовать и понять, то он говорит очень мало, ровно отвечает на вопросы специалиста. И для специалиста проблема его разговорить, потому что он очень так закрыто подходит к той информации, которая его беспокоит. И тогда время на то, чтобы наступил момент уже непосредственного какого-то раскрепощения и открытости, оно увеличивается, отдаляется и наступает, там, например, на третьей-пятой встрече. Есть другая категория, которая в первую встречу говорит очень много. Практически невозможно сказать психологу ничего, хочется максимально выговориться. А еще ведь онлайн-формат, он про то, что раз контакта нет, то бывает и не смотрит на собеседника, куда-то смотрит. И вот здесь вот нечувствование того, что там, может быть, психолог уже понял, да, и кивает головой. Да, все понятно. То есть можно, в принципе, перейти к какому-то запросу. Он продолжает говорить и очень много времени уходит на то, чтобы вот об этой проблеме узнать чуть подробнее. А в целом, если говорить об эффективности, это вполне эффективно и оправдало за это время форма помощи, психологической помощи людям. Разница, такое уточнение хотел бы от вас услышать, как психолога и специалиста практикующего, разные методы. Разница, например, вообще используется ли консультирование по телефону? Вот когда нету видеосвязи, да, вот человек просто дозванивается, спрашивает какие-то вопросы, может быть, да. Есть разница между таким разговором и все-таки, когда вот видеоконференция, видеосвязь? Да, конечно, разница колоссальная. Вообще, телефонное консультирование существовало достаточно давно, и оно в период пандемии, в период вот такого непростого времени завоевало свою популярность. Очень много психологических центров перешло на телефонное консультирование. Здесь ряд ограничений, связанных с тем, что в телефонном консультировании мы вообще не видим, в каком состоянии находится человек. И понятно, что обратившийся, он находится в каком-то кризисном состоянии и положении. И вот видеоформат, он позволяет как раз хотя бы увидеть, что это за состояние. Либо он, например, в абсолютной депрессии, понурый и так далее. То есть наблюдение за мимикой, за позой человека, за его какими-то невербальными проявлениями, оно очень помогает разобраться в глубине проблемы. А когда это у нас телефонное консультирование, то приходится подобные вещи уточнять. Даже мы спрашиваем, вы сейчас сидите или вы, например, идете, мы слышим какое-то дыхание учащенное. То есть вот относительно поведения нужно уточнять, что происходит с человеком. По видео мы это видим, поэтому мы можем не уточнять, не задавать. И уделить время это как раз каким-то рекомендациям или уже непосредственным таким советом, назовем их, по разрешению проблемы. Люка Александровна, одно дело, когда мы разговариваем со специалистом, который живет в нашем городе, дышит нашим воздухом. Видит, может быть, вокруг те же деревья, тротуарную плитку, транспорт и людей. Другой разговор, когда мы звоним из другого города и издалека. Вообще, есть же, наверное, сомнения у людей, что будет ли это настолько удобно, будет ли понятно вообще, о чем мы говорим. Получится ли найти контакт. Тимофей, вот эти организационные моменты, они уходят, наверное, даже не на второе, а на какой-то десятый план. Потому что когда действительно проблема психологическая острая, то здесь вообще ничего не мешает. Ни время, ни удаленность, ничего не мешает. Доверие к специалисту и понимание, что действительно он и есть тот самый профессионал в вопросе, который волнует, не позволяет отвлечься ни на что. Единственное, если говорить про организацию, бывает так, что когда я провожу, например, онлайн-консультации, и это в домашних условиях, а когда это был такой режим изоляции, никто же не выходил из дома, члены семьи все здесь где-то рядом, в соседней комнате, то, конечно же, были такие ситуации, когда мы о чем-то очень-очень сокровенном, непростом, и кто-то врывается с членов семьи, начинает задавать вопросы относительно каких-то продуктов, еще что-то. Это, конечно, выкидывает из процесса. Но для меня, как для психолога, это как раз иллюстрация той поддержки или ее отсутствия, которая в отношении этого клиента есть. То есть если бы этот клиент пришел ко мне один, я бы не увидела этого момента. А когда он сидит, и тут появляется кто-то и начинает, ну, вполне очевидно, не помогать ему в решении, тогда я добавляю в свою работу еще и прояснение ситуации относительно поддержки близких. Конечно же, задам вопрос, а что это только что было, не в курсе, что вы сейчас работаете над собой и так далее. Если, например, клиент мне говорит, я предупреждала и просила, но за время нашей встречи несколько раз, бывало так, 3-4 раза зашли, причем на такое продолжительное уточнение какой-то ситуации, ну, тогда это достаточно открытое, какое-то почти конфликтное противостояние тому, что меняться человеку нужно или не нужно. Поэтому я обращаю на это внимание. Вот вы сказали, что это работа над собой, вот это вот консультирование со специалистом, да, это прежде всего работа над собой. Но ведь кто-то оценивает, что это просто разговоры. Вот просто позвонил, просто поговорить. И, наверное, поэтому и отношение такое демонстрирует к своим близким. Я не исключаю подобного отношения. Может быть, многие в силу того, что не уделяют внимания какому-то внутреннему состоянию, полагают, что с партнером все хорошо. И когда партнер или партнерша говорит, мне плохо, я обращаюсь к психологу, то он этой глубины или целесообразности не видит, и поэтому поддержки не оказывает. В тех случаях, когда переживающий проблему объясняет, что происходит, да, и просит помощи, а в ответ говорит, слышит, да, что я не могу помочь, тогда я обращаюсь к психологу, конечно, потому что, а кто кроме? Вот тогда, наверное, другое отношение. Здесь, я думаю, что есть несколько таких фокусов, с чем бы это могло быть связано. С одной стороны, с тем, что не знают партнеры друг друга, не заходят далеко в это состояние, насколько им хорошо. А с другой стороны, не заинтересованы в изменении чего-либо. Их, в принципе, все устраивает. — Александр, ну и подводя такой промежуточный итог нашей беседы, хотел бы еще задать вам вопрос, а как вот вообще происходит, да, вот с точки зрения клиента, когда вот он хотел бы обратиться к специалисту, он его глаза никогда не видел, ну, может быть, слышал где-то. Кто-то у вас видел по телевизору, например. Как дальше действовать? То есть захотелось получить консультацию удаленную, куда-то нужно написать, где-то куда-то обратиться, или сразу надо звонить? Ну, ведь вы тоже имеете и свой рабочий график, и свои, в конце концов, какие-то личные дела. — Самой удобной формой обращения является письменное смс-обращение. Это можно сделать в WhatsApp, в Viber, то есть в любой абсолютно соцсети. Контакты действительно практикующих специалистов, они открыты. И я думаю, что это самая лучшая форма, нежели звонить, потому что, конечно же, когда человек находится в острой ситуации, он в ней позвонил, он нуждается в поддержке. Психолог в этот момент не может ее тут же как-то оперативно осуществить, может, ну, так сказать, что я не могу сейчас с вами разговаривать. Это может отразиться на отношении «я не нужен», да, то есть совсем не та, так скажем, версия, не тот подтекст, который имел... — Невнимание сразу же. — Да, да, который имел психолог, поэтому лучше всего написать. — Спасибо вам большое, Илья Александровна, за эту беседу, за этот разговор. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на «Народном православном». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok